Это сейчас в жаркую погоду движение автотранспорта под железнодорожным путепроводом без преград. Как правило, весной этот дорожный участок становится экстремальным, его топит, добираться приходится в объезд. Варианты решения есть, объясняет глава района, депутату Государственной Думы Андрею Исаеву. Но все они дорогие, самому поселку не справится. Есть программа безопасной и качественной дороги, по которой выделяются средства. И здесь же тоже в Болезинском районе один из путепроводов будет реконструироваться. На него уже запланировано 140 миллионов рублей в федеральном бюджете. Но по данному путепроводу пока решения нет. Договорились о том, что мы посмотрим возможности привлечения средств РЖД для решения этой проблемы. Для реконструкции путепровода возможно Болезинский путепровод станет в этом вопросе пилотным проектом. Запустить как пилотный проект поддержки сельских молодых специалистов уже на встрече с активистами района предлагают болезинские работники культуры. В сельских клубах сегодня катастрофически не хватает режиссеров, хармейстеров, аккомпаниаторов. Молодежь уезжает учиться в городах, а в деревню не возвращается. Привлечь и удержать молодые кадры на селе могла бы программа, аналогичная земскому доктору – земский работник культуры, чтобы специалист получал подъемные один миллион рублей. На сегодня очень стареют кадры в культуре, в отрасли культуры. И молодежь не едет. Финансовая поддержка была у тех, ведь не обязательно болезинцы могут к нам вернуться. Может, зная, что есть такая программа, и болезино им нравится, и условия «Дом культуры у нас красивые» нравятся. Почему бы нет? Они не могут на этот миллион, говорю, купить квартиру. Инициативу селян взяли в разработку, как и другой важный для болезинцев вопрос – строительство нового здания для политехнического техникума. В поселке его закрыли четыре года назад, объединили с Глазовским агропромышленным техникумом. Теперь учиться на трактористов, поваров и механиков. Школьники уезжают из Болезино в северную столицу. Заведение было очень популярное, но в последние годы набор групп осуществляется достаточно сложно, потому что рядышком, в 30 километрах, находится город Глазов, где на сегодняшний день существует три таких же учебных, разных профилей учебных заведений. Я, конечно, за то, чтобы она заработала. Это моё детище было. Я 21 год там проработал. Изменений в сфере образования сегодня ждут не только в Болезинском районе. Есть хорошая новость для родителей завьяловских школьников. В следующем году планируют открыть сразу две новые школы – в деревне Пычанки и в селе Ягул. Средства на строительство уже одобрила Комиссия Федерального собрания России. Елена Абуховская, Юрий Дроздов. Новости.